МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. Так давайте с пользой проведем его вместе. И вот чем мы наполнили сегодняшний выпуск. Отпечаток руки Петра I стал отпечатком в истории Тамбовщины. Что связывало императора с нашим регионом, расскажет Светлана Горбунова. Песню можно оживить, если придать им движение и продумать сюжетную линию. Артисты театра Ленком расскажут, как появился квартет «Зайчий стон» и что он из себя представляет. 2022 год по указу президента России Владимира Путина был посвящен празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Тамбовский областной крыльевический музей стал активным участником данного события. Еще летом научные сотрудники во главе с директором организовали межрегиональный выставочный проект «Образ Петра Великого в живописи и графике конца XVII-XIX веков». И пока экспозиция находится в картинной галерее Бориса Глебская, нам удалось посмотреть на часть экспонатов, которые не вошли в передвижную выставку. Господа Сенат даровал мне звание Отца Отечества. Суров я был с вами, дети мои, ибо не для себя был суров, но дорога мне была Россия. Петр I, 350-летие которого мы празднуем в этом году. И так сложилось, что коллекция Тамбовского областного крыльевического музея или собрание по-другому, если мы будем говорить, включает в себя замечательные предметы, связанные с личностью Петра I. Здесь мы видим одно из гравюр. Это образ Петра. Гравюра, которая была сделана по оригиналу Кнеллера и гравюр Гунст. То здесь такой образ Петра перед нами как раз европейский, совершенно молодой. И Кнеллер – один из первых художников, сделавший его портрет, и затем с него уже создавались гравюры. При этом, если портрет был сделан в полный рост, то на гравюре мы видим его по пояс. В том числе всегда атрибуты, которые соответствуют Петру, это различные пушки, вооружение, императорская корона, поскольку Петр I был последним царем и в то же время первым императором Российской империи. А учитывая то, что именно Петр I прорубил окно в Европу, именно он стал основателем всех артикулов и воинских, и изменил и моду, то здесь мы видим и артикул воинский, который тоже сохранился в коллекции нашего музея, а также знаменные ленты, принадлежащие полкам, которые ведут свою историю основания, начиная со времен Петра I. Войны, которые проводились в эпоху Петра I, например, это Северная война, в том числе он старался запечатлеть это и в медальерном искусстве. И на выставке представлены также медали на различные события. Это были и битвы при Лесной, как ее называли, Мать-Палдавской битвы, из-за взятия Аренсбурга, а также еще представлены и монеты, поскольку это монетное производство, строительство монетного двора, это тоже было связано с эпохой Петра I. Купцы! Деньги нужны немедля! Даешь рут на войну! Через два года десять верну! Один из уникальных экспонатов, точнее интересных экспонатов, который сопровождается до сих пор легендами, и кто-то подтверждает эту легенду, кто-то нет, о том, что когда Петр I был в городе Липецкий, то случайно ступившись, он оставил свой отпечаток руки, и затем с него сделали оттиски. Это один из тех курортных городов, которые в XIX веке очень развивали, и возможно, что подобная легенда была в качестве такого бренда для привлечения внимания и гостей в город Липецк. Мы можем, в принципе, сейчас даже посмотреть, что на обороте данного музейного предмета написано. Это позволяет нам сделать, и мы для того, чтобы взять предмет, воспользуемся перчатками. Вот сама ладонь, которая экспонируется, и, собственно, вот надпись, снимок с оттиска руки Петра Великого, сделанного им на песке в основанном им же чугунном литейном заводе в 1707 году. И в городе Липецкий подлинник хранится в здании Липецких минеральных вод. И также в фонды Крывеческого музея поступали, например, вот такие книги, которые называются «Деяния Петра Великого», их несколько томов, и передавались они к нам, например, из Пушкинской библиотеки с конца 70-х и 80-х годах. Это старые книги, которые издавались, ну, например, вот здесь мы видим издание 1788 года. И здесь мы можем узнать о том, как проходили войны, да, там та же самая Полтавская битва, битва при Лесной, как устанавливали, например, Новый год, как его праздновали, как вводились в моду вот эти ассамблеи, и то, что связано было, например, с празднованиями фейерверков. И то, что сегодня у нас тоже, собственно, уже вошло в моду. И вот, пожалуйста, оглавление, то есть то, что мы можем прочитать на 1700-й год, что происходило и какие деяния были у Петра Великого. В начале 20-го века также личность Петра была интересна. Мы достаточно великолепные образцы можем увидеть у нас в собрании. Так вот, это собрание, как я уже говорила, было передано Леонидом Алексеевичем Боейковым, и в конце 19-го века в художественное дело на Рыжкинской читальне. На самом деле, они действительно уникальны, и многие из листов мы видим, что располагаются на специальном картоне в том числе. И если мы с вами посмотрим, то очень много увидим портретов Петра. Очень часто в гравюре мы встречаем аллегории. То есть в данном случае эта гравюра была сделана с оригинала картина художника Амикони. Написана она была в Лондоне. У нас состоялась в 2014 году и в 2015 выставка в Доме музея Асеева, в усадьбе Асеева, которая называлась «Кабинет гравюр Ваейкова». И там как раз впервые представляли графику вот именно начиная из Петровского времени. Не напрасны были наши труды. И покорением нашим надлежит славу и богатство Отечества беречь и множить. Если театр не экспериментирует и не ищет новой формы, то он не идет вперед и не развивается. Четыре актера из Ленкома решились на эксперимент и придумали театральный проект «Зайчий стон». Они филигранно используют реалии жизни в своих пластических зарисовках и постановках. А главное, они не стараются кому-то угодить. Они просто делают то, что им нравится, то, что они любят, умеют и знают. С артистами мы поговорили перед спектаклем, который они привезли и в Тамбов. В Тамбов приезжать – это просто сказка, потому что, ну, во-первых, здесь нас так встречают, здесь прекрасный театр, здесь прекрасное оснащение, прекрасные люди, которые нас окружают, здесь нам погладили, встретили, привезли. и, ну, как бы, что называется, сервис, вот и все. Поэтому, как бы, сюда приезжать – это одно удовольствие. Это моя родная земля, и здесь мое любимое дело живет, подсветает, и я могу каким-то образом на нее влиять и быть ее частью. Это для меня больше важно. Актеры перевоплощаются в других людей. И все это для того, чтобы доказать вам, что театр – это смешно. Наш стиль, ну, это экспериментальный стиль. В том смысле, что, когда мы придумываем спектакли, у нас нет четкого плана. Мы понимаем, на какую тему мы хотим, вот как Виталий Барарик любит поверить, на какую тему мы любим крикнуть. И этот спектакль – это крик о том, какой театр вообще есть. Мы не критикуем какой-то отдельный театр, но мы препарируем вообще все искусство, которое есть у нас в России. Дорогие друзья, я сейчас все объясню. Дело в том, что в современном театре больше не осталось ни рамок, ни границ. То есть в любой момент может произойти все, что угодно. И стало очень сложно понять, что такое хороший театр, а что такое плохой. Великий Марк Захаров, видимо, когда-то предвидя, нас поместил в одну гримерку. И вот 7 лет назад это произошло. 7 лет назад мы от нечего делать создали вот такой дурацкий, казалось бы, поначалу интернет-проект. Все было потихонечку. Сначала к нам пришло 15 лайков, и то мы думали, что это успех. А потом потихонечку мы начали набирать вот в интернете популярность. Какие-то ролики вдруг там про ковид у нас залетели, ну как бы залетели прям. Я приходил к своему стоматологу, и она говорила, о, а я же вас знаю. У нас в медицинском чате вы. Вот. И вот какие-то такие стали случаи случаться. И потихонечку мы обросли подписчиками. Мы все разные, и это наша фишка. Каждый предлагает свое видение. Мы начинаем все это смешивать, и получается вот такой прекрасный суп. И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна гранта его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. От театра это, конечно, кардинально отличается, потому что в наших спектаклях «Зайчевый стон» мы можем позволить себе все, что угодно. Абсурдный юмор, несоответствие ходов, какие-то странные преображения, ну то есть все, что угодно. И это нам очень нравится, конечно, потому что тут мы можем самовыражаться на сто процентов. Эту постановку мы просто когда создавали и привезли ее первый раз в Томбов, она была совсем в другом виде. И потом мы этот спектакль каждый год дорабатывали и вносили какие-то правки, новые этюды, новые, значит, какие-то скетчи там, ну на разные, не на разные темы, а на темы театра. Мы так волновались, что нас никто не поймет, но когда мы, мы играли этот спектакль на разных площадках. Хочется сказать, что мы этот жанр придумали, хотя, конечно, это не так, потому что я знаю, что и в 30-х годах была какая-то там группа, которая показывала слова в песне. То есть пошли мы именно от того, что мы брали любую песню популярную и просто показывали слова дословно, каждое слово показывая как пантомимой. Я не знаю, что это за жанр, ну как бы, жанр зайчистон. А где Филя? Какой Филя? Король Филя. Киркоров, что ли? Киркоров! С Ревой и с Киркоровым это наши такие, то есть это прям супер крупные работы. Вот, с Киркоровым Филиппом было потрясающе, интересно. Он настоящий работяга, очень такой, он приходит на площадку, сразу же все, давайте, я готов работать. Там один раз он там стоял, неподвижно, два часа чуть ли, и как бы, это ну так нужно было. И он полностью в работе отдается, за это ему огромный респект. Саша Рева, он такой, он художник, он постоянно в каком-то поиске, а вот здесь давайте так, а вот тут мы с ребятами вот собрались, слушайте, нам тут нужно перед сценой текст придумать, давайте быстренько накидаем, раскидаем его, все, вот то есть он такой подвижный, он очень деятельный. Очень хочется снять свое кино, и прямо для нас это сейчас, я думаю, задача номер один. Мы очень любим гастроли, очень ездить, потому что это какая-то другая совершенно энергия, и другой зритель, и общаться с зрителем, понимать, что зрителю нравится то, что мы сделали, и это тоже подкупает, и составляет нас идти вперед и двигаться дальше. Делать как можно больше контента, который понравится вам. Часы идут по кругу, время только вперед. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале Новый Век в свободное от работы время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова